Приветствую всех на своем канале, меня зовут Андрей Лоскович, я являюсь руководителем компании Гарант Ремонт и сегодня я вам покажу проект, над которым наша компания работала полгода. Поехали! Располагается шикарный шишкаф. На самом деле очень крутая работа. Итак, друзья, попадая в данную квартиру, сразу обращаем внимание у нас на пол. В прихожей уложен керамогранит. Наши ребята очень потрудились для того, чтобы сделать красивую окантовочку. Уложили мозаичку по полу. Очень круто на самом деле смотрится. Также обращаем внимание на двери. Они у нас нестандартной высоты 2,30. От пола практически до потолка. Стены у нас покрашены везде. Краска у нас моющаяся. Амфиболин. На самом деле очень крутая. И также вот потолки. Потолки выполнены в прихожей в 2 уровня. Расположена диодная подсветочка. Смотрится очень круто. Ни один из гостей, пришедший к вам, не останется равнодушным. В прихожей у нас стоит шкаф с таким вот комфортным местом для сидения. За моей спиной располагается у нас вешалка, куда можно будет быстро повесить верхнюю одежду. И комфортно одеть обувь. Тем самым расположитесь на данном месте. Друзья, в данной квартире присутствует отдельная гардеробная, в которую можно будет зайти и спокойно одеться. В данной гардеробной на одной стене мы расположили большое зеркало. Практически его весь рост будет очень комфортно. И также вся мебель в данной квартире выполнена под заказ. Это у нас заказная позиция, в которой располагается еще дополнительно большой сейф. Практически мой рост, не знаю, на миллиметр, наверное, 60 его высота. И обычно мы в гардеробных своих пытаемся уместить все коммуникации. В данном случае у нас расположилась здесь сигнализация, слаботочный щит. И все электрические приборы, автоматы и так далее располагаются у нас здесь. Итак, закончились гардеробные. Передвигаемся мы в санузел. Здесь у нас располагаются две двери и просто высший пилотаж работы наших мастеров. Расположили выключатель между двух наличников симметрично. Очень круто смотрится. В туалете у нас разместился небольшой рукомойничек. Он располагается на столешнице, которую мы изготовили прямо на объекте из гипсокартона и облицевали керамогранитом. Точно так же над столешницей разместилось зеркало до самого потолка. И около зеркала располагается у нас такой светильничек, значничек. Не знаю, выключается он. Включается с выключателя. В большинстве своем, во всех своих проектах мы стараемся зашить все коммуникации с гипсокартоном, облицевать плиточкой и установить люк скрытого монтажа. Смотрится очень круто. Все коммуникации у нас скрыты. Располагаются в данном шкафу фильтра, водонагреватель и вся сантехника вся у нас здесь. В данной квартире имеется отдельная ванная комната. И примечательна она тем, что в ней расположилась отдельно стоящая душевая кабина и отдельная ванная. По дизайн проекта у нас была заложена в ванной комнате столешница из керамогранита. Мы ее изготовили. Установили шикарнейшую накладную раковину под Филерой и Бог. И не менее шикарный итальянский смеситель от Пафони. И на данный момент очень актуально расположение зеркала. Оно у нас расположилось от самой столешницы и до самого потолка. Смотрится очень круто. И под столешницей, которую мы изготовили, расположились вот такие вот клевые шкафчики. Такого вот плана. Как всегда, все изготовлено на заказ. В данной комнате была установлена ванная от Филерой и Бог, за которой расположилась у нас вот такая вот декоративная перегородочка. Создав тем самым нишу для шкафа. Шкаф у нас получился очень функциональным. В нижней части у нас расположилась корзина для белья. Очень компактно. Очень клево на самом деле мне. Очень нравится данное решение. И верхняя часть у нас получилась максимальной глубины на всю длину полочки, в которой можно будет расположить кучу различных предметов. Передвигаясь из трехожей в комнаты, обращаем сразу внимание, что у нас заканчивается керамогранит и начинается у нас, например, паркетная доска от Bayen. Примыкание выполнено нашей фирменной с помощью силикона. Двигаемся в спальню. Спальня у нас получилась не очень большая, но очень функциональная. Расположилась в ней двуспальная кровать. У изголовья мы собрали такую вот полочку декоративную, на которую можно будет поставить какой-то декор. Все это дело у нас в европласте. С одной стороны расположилась у нас полочка, в которой расположены выключатели. Выключатели у нас, кстати, проходные. Можно выключать как вот этот цвет, так и включать у нас данную подсветочку. Точно так же в спальне у нас расположился кондиционер. Это у нас система, где один наружный блок и два внутренних расположены в разных комнатах. И, как обычно, с одной из сторон в спальной комнате располагается шикарнейший шкаф. На самом деле, очень много в нем места для верхней одежды и нижней осейки. Там уже хозяйка сама расстрелится, как с ними пользоваться. В продолжение полки, которую мы собрали, мебельщики обыграли данный элемент и сделали свои деревянные полочки. Двери. Двери выходят у нас на балкон. Было принято решение разбомбить весь этот балконный блок и установить от пола до потолка вот такие вот распашные клевые двери. В данном проекте дизайнер хорошо потрудилась и заложила на стены. С одной стороны у нас красный кирпич декоративный, а напротив и за моей спиной располагается декоративное покрытие. За данными дверями у нас располагается кабинет, либо в будущем может быть детская комната. Примечательно то, что изначально мы должны были покрасить ее в разные цвета, но заказчикам было принято решение все-таки некоторые стены покрасить, а некоторые, как данные, например, поклеить шикарными обоями. Кстати, они у нас уже попадались несколько раз. На самом деле очень круто смотрится. В данной комнате располагается очень клевый и удобный на самом деле диван. На нем сидел бы вечно, наверное, взял бы какую-нибудь книжечку, включил бы себе такую красивую подсветочку и занимался чтением бы хорошей литературы. В данном диване прикольно то, что у него регулируются вот такие вот подголовники. Можно на любую высоту его, грубо говоря, приподнять и обратно сажать вот таким вот способом, тем самым повысить комфорт своего пребывания. Также помещение у нас было неправильной формы и было принято решение собрать вот такую вот стеночку, за которой у нас располагается такая вот мини-гардеробная, мини-шкаф, на самом деле, в который можно зайти и минимально как-то расположиться. Так как здесь был очень неприятный угол, было принято решение сделать вот такой шикарный шкаф для верхней одежды, такими-то там полочками, максимально используем полезное пространство. Так, передвигаясь дальше в квартире, попадаем мы в гостиную. Гостиную у нас совмещенная с кухней. Данный проект был сделан после перепланировки. На кухне у нас расположился шикарнейший стол, за которым сразу может усесться порядка шести человек. Но если кому-то вдруг не хватит места, данный стол у нас раздвигается и увеличивается пространство для большего количества людей. Итак, данная кухня у нас, соответственно, была выполнена тоже под заказ. На самом деле, очень крутая работа нашей команды и команды кухонщиков, так как здесь у нас потолки в несколько уровней, поклеенные по потолку европласт. А мебельщики, они повторили форму данного европласта, данных багетов и сделали свои точно такие же деревянные, так сказать, продлили конструкцию. Смотрится очень шикарно. В кухне у нас присутствует такая вот зона, в которой расположилась у нас вся бытовая техника, начиная от встроенного морозильника. Точно так же у нас встроенная микроволновочка, духовой шкаф и полноценный у нас холодильник. Вот такой вот у нас. Кухня у нас выполнена из натурального дерева, столешница выполнена из натурального камня. Все фасады кухни у нас окрашены, получилось очень красиво. Я думаю, данная кухня не оставит никого равнодушным. Дизайнер потрудился точно так же хорошо и над кухней. Максимально сделал ее функциональной. Даже то пространство, которое мы не планировали использовать, оно у нас все равно будет задействовано. Например, как в данном шкафчике, мы закрыли вентиляцию вот таким вот коробом, а по бокам у нас осталась полезная пространство, куда можно будет поставить много различных кухонных приборов. Здесь у нас располагается рабочая поверхность и для удобства хозяйки снизу у нас расположен ящик вилки-ложки, так называемый. И по бокам с каждой стороны для удобства расположился у нас карго с одной стороны и для симметрии точно такой же с другой. На самом деле очень клевая вещь. Как и в спальной комнате данный балкон было принято решение демонтировать вот такую небольшую перегородочку, сделать окна в пол. Тем самым здесь у нас размещался радиатор отопления, который мы перенесли на соседнюю стеночку. И как я уже говорил, дизайнер очень круто потрудился. Для того, чтобы совместить здесь полезное пространство, был выполнен у нас шкафчик, а сам радиатор был зашит вот такой вот у нас решеточкой и сверху, как обычно, сделаны прорези для того, чтобы он хорошо функционировал, отдавал свое тепло. Итак, двигаемся дальше. Вот у нас балкон кухонный. Я думаю, если вы были внимательны, вы заметили, что в данной квартире нигде не было разговоров про стиральную машину. По той просто причине, что мы ее перенесли на балкон. Балкон мы, как обычно, утеплили и все коммуникации вывели на дальнюю стеночку, подсоединили стиральную машину и на нее установили комфортабельную сушильную машину. Примечательно то, что при такой вот установке есть специальная у нас такая вот передвижная полочка, на которую хозяйка может расположить у нас свою корзину с бельем и тем самым комфортно загрузить ее в нашу сушильную машину. В противоположность первому балкону, на данном балконе у нас одна из стенок точно так же выделена кирпичом, но принято было решение покрасить ее белой краской. Смотрится точно так же очень необычно. И как и везде в квартире, где у нас уложено на польное покрытие керамогранит, у нас и здесь присутствует регулятор теплого пола. Друзья, гостиную и кухню у нас разделяют вот такие вот небольшие арочки. Они у нас находятся в трех местах. Смотрится тоже, на самом деле, очень круто, очень необычно для данного интерьера. Передвигаемся дальше мы в гостиную. В гостиную у нас стена идет вот таким вот полукругом. На самом деле было очень сложное решение, как собрать всю вот эту конструкцию, как смонтировать вот эти вот все плинтуса с подсветочкой. Но мы справились с данной работой. В гостиную у нас располагаются два вот такие комфортабельных дивана. Очень тоже удобно на них будет сидеть. Примечательно в данных диванах то, что они у нас с помощью сенсора. Можно вот так вот комфортно улечься. Включить телевизор и наслаждаться просмотром приятной программы, либо фильма. И точно таким же образом все это у нас собирается обратно. Становится все красиво, все на свои места. Обращаем внимание на шикарную люстру. Очень тоже нестандартное решение для данного проекта. Но очень крутое. Свеча на ветру. Смотрится тоже очень классно. Здесь мы собрали такую вот необычную конструкцию. Она вся состоит у нас из гипсокартонного. По периметру отклеена у нас европластом. Получилось очень шикарно. Внутри у нас венецианская штукатурочка. Обычно она идет глянцем. Мы сделали ее матовой. На самом деле смотрится как одно мраморное такое полотно. Очень круто. Осталось разместить телевизор. Небольшой. Такой будет у нас здесь столик, тумбочка. И по бокам будут шикарные колоночки стоять. Будет на самом деле очень круто. Как я уже и говорил, у нас один наружный блок и два внутренних от фирмы Daikin. Кондиционер располагается в данной части, чтобы не доставлять неудобства пребывающим в данной квартире. Также в этом месте планируется совсем скоро доставить такой мебельный небольшой стеллаж, чтобы дополнить данную квартиру, данный интерьер. И наши окна. Здесь у нас были нестандартные подоконники, которые мы выполнили из натурального дерева. Здесь на самом деле очень шикарный вид на грибной канал. Вот можно тоже вечером шикарно присесть. Делать себе чашечку кофе. И тоже проводить приятный вечер. И в последнее время мы очень часто с их ремонта используем такую вот небольшую фишечку. Это оконтовочка такая вот по откосам. Буквально полсантиметра делается отступ от откоса. Вся основная стена прокрашивается одним цветом. И как в данном случае белый цвет откоса, он немножко заходит на стену. Тоже придает данному интерьеру такую изюминку, я бы сказал. И смотрится очень необычно. Друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А я пока буду отдыхать на этом шикарном диване и насоздаться время пребыванием в данной обалденной квартире.